Этот курс предназначен для самых начинающих художников и также для преподавателей, которые занимаются за своими студентами. Так как здесь есть возможность познакомить детей, взрослых с различными направлениями художественной росписи России, народных промыслов. Ну вообще в целом это знакомство со школой русской росписи, потому что все уроки здесь именно созданы для знакомства с теми техниками, которые преподает Зинаида Владимировна в нашей школе. И здесь также разделены, весь курс разделен на блоки. Первый блок это графические техники, такие как Кохлома, посвящено Кохломе, 7 даже уроков у нас. Почередно знакомиться с верховой росписью, с простыми элементами, сюжетами, очень несложными, но в то же время они являются и самостоятельными, ими можно украсить какой-либо подарок или сувенир. Второй блок это тоже граффити, то есть в первом блоке вторая часть это графические техники, городец и мизинь. Для того, чтобы вы могли определять, какая роспись является графической, какая кистевой, определить, какие именно сюжетные линии вам нравятся, какие нравятся цветовые сочетания. Ведь в каждой технике есть определенные свои классические традиционные считания, чтобы вы могли выбрать для себя именно ваше направление. И здесь уже тоже серия уроков, на которых вы создаете небольшие сюжеты мизинской росписи, городецкой и пермогорской. А дальше мы уже с вами на втором блоке знакомимся с кистевыми техниками. Это кжель, петербургская, урало-сибирская. Это техника двойного мазка, которую вы познакомитесь на простых упражнениях. Также начинается все с простых сюжетов. Конечно, входит сюда и петербургская роспись. Мы рисуем очень изящные композиции с цветами. И вот такие у веточки техники шинала зрения. Золотое дерево, вернее. Кистевой техник очень много. И как вообще традиционно сложилось. То есть это огромный куст кистевых росписей. Ну и, конечно, в нашей школе тоже. Это и волховская роспись, и наборная тоже является кистевой. И, конечно, жестовая, как я уже сказала. Здесь вы тоже с этими элементами на небольших композициях знакомитесь. Последовательно и композицию в карандаше, и способ набора краски на кисти. Какие графические отдельные элементы разживки. Все из Наида подробно показывает. Есть урок по русской матрешке. Рисуйте здесь самую простую матрешечку, семеновскую, на шаблончике. То, чтобы в общих чертах познакомиться. Потому что матрешка – это сложный процесс. Это объемная фигурка. Конечно, в таком базовом курсе познакомить с объемом непросто. Тем более с полноценной, допустим, живописной матрешкой. Поэтому здесь такой упрощенный сюжет, но тоже, в принципе, который годится для сувенира. И этот сюжет можно и в открыточку, и в какую-то форму, или как игрушку тоже создать. Изучите построение этого сюжета. На третьем блоке мы знакомимся с вами с декоративной живописью и графикой. И здесь есть уроки и акриловыми контурами, компоновкой. Очень интересная техника, которая подходит для новичков идеально. Рисуем пейзаж. И карандашная графика рисуем с вами море. И рисуем также в ретро графике, эко графике кофе, цветочек. И рисуем в ботаническую графику зарисовку. Рисуем небольшой. В этот блок, даже не в блок, а скорее под конец этого курса, мы включили еще два вебинара. Они как бы отдельно стоят. Это вот семинар «Сюжет из стиля Палиха». И у нас еще был один вебинар, который мы промежуточные провели. Пижемская роспись. Очень интересная роспись ложек. У нас был шаблон ложки, скисложки. Тоже очень интересный был урок. Познакомились с этой росписью. В этом курсе мы включили очень интересную самобытную роспись. Так что 32 урока в этом курсе. Достаточно большой такой объем знакомства с разными направлениями. Декоративно-прикладного искусства. Здесь вы можете не только освоить базовые приемы, художественные навыки развивать. Но и, конечно, приобретая вот такое многообразие различных навыков, разноправлений, познакомившись с ними, вы можете потом определить для себя какой-то свой определенный стиль. Вы начнете какую-то роспись изучать более детально, если захотите. Или, например, просто будете развиваться в декоративном пейзаже тоже. То есть ваше направление здесь будет складываться от ваших предпочтений. Очень хорошо, когда вот эта вот наша индивидуальность накладывается как раз на ту тему, которая вам по душе. Поэтому мы очень надеемся, что этот курс будет первой ступенькой для таких художников, которые ищут себя, ищут свое направление. Хотят определиться, что же именно, к чему у вас лежит душа, к чему у вас есть способности. Продолжение следует...